Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мне так много нужно тебе рассказать. Я собираюсь показать тебе нечто абсолютно отвратительное с точки зрения человеческой морали. Потому что инсайдеры, богатые люди и люди со связями прямо сейчас снимают миллионы долларов с FTX, в то время как снятие средств с биржи для остальных людей недоступно. Я просто обязан рассказать тебе об этом крупном заговоре вокруг FTX. Но прежде чем мы перейдем к сути, не забудь поставить лайк. На прошлом видео мы набрали 3000 лайков всего за 10 часов, и это очень помогло видеоролику продвинуться. А меня это очень мотивирует, правда, большое спасибо. Итак, в Твиттере я нашел одного трейдера, который в самый разгар драмы FTX написал «У меня сумма с 8 нулями на FTX, и сейчас я ожидаю верификацию личности». Написал он это до того, как FTX заморозил выводы средств. В тот момент, скорее всего, он чувствовал себя в безопасности. А что? Что может произойти? Всего лишь нужно дождаться процедуры KYC и вывести свои деньги, что может быть проще. Но потом FTX заморозил вывод средств и объявил о банкротстве. И что же этот трейдер сделал? Он написал «Если кто-нибудь поможет с KYC на FTX, я переведу ему 100 тысяч долларов. Я уже все сделал, но мне нужен кто-то из FTX, чтобы завершить процедуру «Знай своего клиента». Позже он написал следующее «Мне одобрили KYC, больше мне помощь не нужна». И затем после этого он получил свои деньги. Интересно, что сейчас почему-то все эти сообщения трейдера в Твиттере просто-напросто исчезли. По крайней мере, в поиске я их не нахожу. На этом скриншоте ты можешь видеть историю вывода денег этих средств. 400 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, еще 400, 300 тысяч долларов и так далее, и так далее, и так далее. Миллионы долларов он в итоге вывел. Но стоит ли его винить? Он ведь просто использует лазейку, чтобы вывести свои деньги. Я скажу только то, что благодаря этой истории мы можем абсолютно точно быть уверенными в том, что люди из FTX помогли ему это сделать. И скорее всего не только ему, многим другим богатеньким инсайдерам. Да, FTX гордо заявил, что открыл вывод средств. Но вот беда, они не обрабатывают выводы обычных людей. Эти выводы доступны только для инсайдеров или для тех людей, которые связаны с руководством FTX. Что абсолютно отвратительно. Еще хуже здесь то, что крупные фонды теперь покупают депозиты клиентов FTX. Зная, что эти клиенты хотят вывести хотя бы что-нибудь, они нагло и грязно используют эту ситуацию, чтобы нажиться. Допустим, у меня есть миллион долларов в FTX. Тогда эти фонды говорят мне, отправьте нам 1 миллион долларов и получите свои 100 тысяч долларов. Затем они используют свои связи с FTX для вывода этого 1 миллиона долларов и зарабатывают на этом 900 тысяч долларов. Что, конечно, абсолютно безумно. Но это то, что происходит прямо сейчас. Крупные фонды просто наживаются на беде других людей. И это можно проследить вот на этом адресе, где мы видим множество транзакций с FTX Exchange на один и тот же адрес. Суммы при этом внушительные. Миллион тезеров, 700 тысяч тезеров, 2,5 миллиона тезеров. А здесь вообще 5 миллионов, 329 тысяч долларов и так далее, и так далее, и так далее. Я пытался предупредить тебя о платформах криптокредитования после коллапса Terra Luna. Например, таких платформ, как Nexo и BlockFi. И знаешь что? Только что 85 миллионов долларов были переведены с платформы Nexo на Binance. Поэтому, если у тебя есть деньги на этой платформе, лучше выведи их прямо сейчас. Также мы видим, что BlockFi запрещает выводить деньги. Они прокомментировали это решение так. Мы шокированы и расстроены новостями относительно FTX и Alameda. В целом, они говорят, что не прекращают операции на данный момент и деньги вывести больше нельзя. Теперь я хочу поговорить о новой напасте, которую сейчас все обсуждают. Все очень боятся, что будет, если биткоин-позиция микростратегии потерпит крах. Точно так же, как это сделала FTX. Биржи сейчас одна за другой пытаются доказать, что их не смогут ликвидировать так же, как FTX. А что насчет Майкла Сейлора? Может ли он доказать, что его массивные биткоин-позиции не будут ликвидированы? Представляю, что тогда будет с рынком. Он пошел на CNBC и заявил, что если цена биткоина упадет ниже 3500 долларов, что очень низко, я лично сомневаюсь, что мы собираемся опускаться так низко, но в любом случае, если бы мы упали так низко, то, по словам Майкла Сейлора, у них есть другие активы в качестве залога, кроме биткоина. Сейчас многие очень переживают по этому поводу. Как ты видишь, кредитные платформы сыпятся одна за другой. Но я думаю, что после множества просмотренных интервью с Сейлором, он скорее продаст в свой доме яхты, чем биткоин. А теперь давай поговорим о внутреннем круге Бэнкмана Фрида, бывшего генерального директора FTX, и команды Alameda Research. В основном, внутренний круг бывшего директора FTX состоял из людей, с которыми он ходил в школу. Короче говоря, бывшие его одноклассники. Все эти люди были очень тесно переплетены между друг другом, они встречались, они жили в одном доме друг с другом, у них были отношения друг с другом. Просто какой-то ужас. И эти люди фактически управляли FTX и Alameda. Они жили в одном здании на Багамах, из которого всем этими занимались. Они также были в отношениях друг с другом и делали очень много странных вещей. И вот этим людям мы доверили десятки миллиардов долларов. Одним из этих людей оказалась Кэролайн, генеральный директор Alameda Research, с которой встречался генеральный директор FTX. Она просадила 10 миллиардов долларов клиентских денег FTX. 10 миллиардов долларов ей дали, и она все их просадила. И фактически стартовала коллапс всей этой криптовалютной FTX империи. Ну неудивительно, я вчера показывал тебе отрывок, в котором она сказала, что математика в трейдинге не нужна, а стоп-лоссы вообще никак не помогают регулировать риски. На этом все, ребята. Увидимся в новых видео. Меня зовут Богатейший Ди, и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok